Дорогие братья и сестры, сегодня я хочу с вами поделиться откровением, которое в принципе должно быть в сердце каждого человека, но так случилось, что Бог это откровение дал мне совсем недавно. Но я думаю, что с этапами в жизни мы периодически возвращаемся к тем или иным откровениям, к каким-то ярким местам из Священного Писания. И читая последние слова Иисуса Христа в трех оставленных нам Евангелиях, мы можем видеть, что Иисус дал великое поручение Своим ученикам – идти и крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. Сегодня говорить о крещении для меня особенно знаково, потому что ровно 24 года назад, именно в этот день, я принял крещение Господа Иисуса Христа. Вот, слава Богу. Но, тем не менее, много о крещении мы сегодня говорить не будем. Мы знаем с вами, что крещение – это означает посвящение и погружение. А погружение в Бога подразумевает, в свою очередь, погружение в Его Слово, то есть детальное Его изучение. А поверхностное познание Бога противоречит Духу Христа, поэтому Иисус нас и призывает пребывать в Его Слове и познавать Его истину, которая делает нас свободными. Аминь. Поэтому давайте сегодня продолжим познание Его истины, читая и вникая в одно из самых известных и чрезвычайно важных мест священного Писания. Откроем Евангелие от Матфея, 16 главу. И прочитаем 13 стих. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Финал служения Христа на земле был уже совсем близок, и Иисусу нужно было как можно больше времени провести со Своими учениками наедине, для того, чтобы Ему нужно было передать им еще так много. И так много рассказать и научить. Хотя вот в тот период времени ученики еще очень многого не понимали. Для этого Он удалился вместе с ними в Кесарию Филиппову. Это была область, которую населяли в основном не иудеи. И поэтому Иисус имел возможность свободно учить своих будущих апостолов. И очень интересно посмотреть на это место с географической точки зрения, место, в котором произошел вот этот важнейший разговор Христа и его учеников. Страны Кесарии Филипповой – это была территория, которая располагалась в 40 километров на северо-востоке от Галилейского моря и находилась под властью некого четверовластника Филиппа. Это были места, в которых в прошлом происходило очень много исторических событий. И по всей этой области были храмы древнего культа сирийского бога Ваала. И повсюду ощущалось вот это дыхание древней религии, древней культуры и с очевидным влиянием вот этих древних богов на живущих там людей. И не только, конечно, были храмы, в которых поклонялись Ваалу, были и другие сирийские боги, в том числе греческие. Имена греческих богов там были известны. И поэтому там зарождались вот эти вот древние греческие легенды о богах. И рядом с Кисарией Филипповой находился огромный холм. И в этом холме была глубокая пещера. И по преданию в этой пещере родился греческий бог всей природы по имени Пан. И также считалось, что в этой пещере находится источник реки Иордан. То есть река Иордан берет свое начало в этой Кисарии Филипповой. И вот посреди всего этого пестрого ландшафта возвышалась и приковывала взгляд вот это вот белое мраморное великолепие культа Цезаря. Потому что в Кисарии Филипповой был еще самый большой, огромный храм из белого мрамора, построенный Иродом Великим Божественному Цезарю. И каждый, кто смотрел на это место, даже издалека, он мог видеть вот эту громаду сверкающего мрамора и думать о мощи и величии Рима. И это действительно была очень такая удивительная и контрастная картина. Потому что вот перед лицом всего этого оккультного мира в окружении 12 простых, не сильно образованных, не очень успешных мужчин стоял простой галилейский плотник. И по мнению людей, не имеющий никакой особой власти. Он учил их, мы знаем, о многом, о великом, совершал чудеса и являя неопровержимые достаточные доказательства своего божества и единства с Отцом. Но теперь настал момент, когда Иисус хотел знать, понял ли хоть кто-нибудь, кем Он является в действительности. И Он сделал для этого достаточно. Он провел с ними очень много времени. Он не раз смело заявлял о своей личности, о своей власти. И теперь Он хотел просто узнать, что они поняли, что они узнали. Ведь у Него единственным способом оставить принесенную им весть на земле людям была эта возможность записать ее в сердцах людей. И поэтому вот намеренно, стоя на фоне вот этих вот мировых религий, со всей их историей и блеском, Он спрашивает своих учеников, за кого Его почитают люди. И ждет ответа. И вот Матфея 16, 14. Обратите внимание, что они сказали не о статусах этих личностей, то есть там пророка, учителя. Они назвали имена конкретных людей. Кстати говоря, которых и уже в живых-то не было. Что само по себе для нас уже звучит странно. Тем более, что мы знаем, что Иоанн Креститель, он был сверстником Иисуса и был его двоюродным братом. Но дело в том, что в те времена в народе существовало такое мнение, что пришествие Мессии будет предварено явлением одного из пророков. И так как они не считали Христа за Мессию, то они полагали, что Он лишь предтеча Мессии. А поэтому вот Иисус спрашивает своих учеников, за кого люди Его почитают, за кого почитают Его в народе, и получают вот такой вот расширенный, развернутый ответ за Иоанна Крестителя, Илию, Иеремию, или за одного из пророков. Народ считал, что Иисус Христос, Он Божий пророк или Учитель Божий. Поскольку все перечисленные люди, они были Божьими служителями. И, конечно, в общем-то, этот ответ был правильным, но он был неполным. Потому как мы знаем, что в действительности Иисус был Учителем, и мы знаем, что Его ученики не раз Его так называли, и даже фарисеи называли Его Учитель. И Он был пророком, потому как даже Он сам о себе говорит, что Он не был принят как пророк в Своем Отечестве, в Своем Доме. И хотя вот в глазах людей оценка роли плотника из Галилея была достаточно высокой, но почему-то она не удовлетворяла Иисуса. Потому что в ответе, который Он услышал, не было откровения от Отца Небесного. Поэтому Иисус вновь задал вот этот вот важный для Него вопрос, но адресованный уже конкретно к апостолам. 15 стих «А вы за кого почитаете Меня?» Этим коротким вопросом Иисус Христос поставил своих последователей перед самым важным выбором в своей жизни, с каким они только могли когда-либо столкнуться. Он, как я сказал, провел с ними много времени, являл им свою мощь, власть и силу, единство с Отцом. И сейчас вот настал момент для них принять или отвергнуть Его учение. Конечно, мы знаем, что ученики Христовы, они знали намного больше, чем весь остальной народ. Они имели возможность провести с Ним много времени и ближе прикоснуться к жизни Спасителя. Даже сам Иисус, Он говорил, что многие бы хотели видеть и слышать то, что вы видели и слышали, но не могли. И этим Он как бы хочет им показать, говоря современным языком, эксклюзивность их положения во взаимоотношениях с их Учителем. И так, как им предстояла проповедь о Христе, было важно, чтобы они имели истинное понятие о Нем. Один мудрец говорил, «Господь, вопрошая учеников, не спрашивает прямо, что они сами говорят, но прежде спрашивает о мнении народном, а потом о мнении уже их самих. Так поступает Он для того, чтобы показать несправедливость народной о Нем молвы и привести учеников к истинному понятию, что и было сделано». Наконец-то Он услышал ответ. От лица всех учеников Петр берет на себя инициативу и отвечает Иисусу то, что Иисус хотел услышать. 16 стих. «Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Петр, мы знаем, самый решительный из апостолов, тот, кого называют устами апостолов, от имени всех учеников дает такое краткое, но емкое исповедание истины. «Ты Христос, Сын Бога Живого». И слова Петра были как свидетельства о истинной природе, человеческой природе Христа и истинности Его Божества. И данный ответ, мы видим, удовлетворил Иисуса. И Он сказал Петру в 17 стихе. «Тогда Иисус сказал Ему в ответ, «Блажен Ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли Тебе это, но Отец Мой сущий на небесах». То есть Петру было открыто Отцом, что Иисус, с Которым они провели все это время, не просто важный и мудрый человек, но Он Христос, Мессия, то есть Помазанник, Сын Божий, Царь над всеми людьми. И, следовательно, пророк, за которого считали Иисуса, не то же самое, что и Сын. Пророк, мы знаем, это служитель, то есть слуга. А слуга, даже если любимый, но Он не Сын. И разница между пророком и Иисусом такая же, как между слугой Господа и Его Сыном. Но надо обратить внимание, что Петр не сказал «Ты Христос или Сын Бога? Сын Божий». Ну, по-еврейски так. Ну, так или так. Он говорит однозначно «Ты помазанный Божий Сын». Потому что Помазанников было много. И названных Сынами Божьими тоже было много, но только Он один, истинный Божий Сын. И назвав Иисуса Сыном Божьим, Он как бы абсолютизирует роль Иисуса, показывая нам, что Он и есть источник жизни, и смерть невластна над Ним. Как во времена Христа, так и в наши дни люди, называя Иисуса мыслителем великим, учителем, мудрецом, они говорят это от плоти и от крови, то есть ссылаясь на 17 стих. То есть, исходя из человеческого мнения о Нем, а не от Отца Небесного, как Иисус сказал о Петре, в этом, к сожалению, была большая проблема иудеев и язычников, что они не почитали Иисуса Христа за Мессию и за Бога. Из-за этого их жизнь, она не менялась, и они продолжали жить и умирать, как и прежде, оставаясь в своих проблемах, в грехах, в разврате, в непотребстве. К сожалению, так живут многие и сегодня, считая Иисуса просто великим учителем, который учил любви, добру, но не принимают его за Бога, за Господа, за Царя, Которому нужно поклоняться и служить. И получается, что их почитание и вера, они простые, они потребительские, и они не производят вот этого изменения в духовной жизни. И вот, к большому сожалению, сегодня очень большое количество людей, они набожны, они религиозны, и они живут под знаменем своих различных, порой даже придуманных ими самими богов, и в том числе и Иисус. Иисус, но в действительности не зная и не пытаясь познать Его, как Божьего Сына и Христа. Божье же откровение, оно отличается от человеческого, поэтому и ответ уже Божий Сын. Но почему же так важно нам познать, принимать Иисуса как Божьего Сына, а не как заслужителя Божьего? Во-первых, потому что служитель, слуга, он не мог взять на себя грехи всего мира. Мы с вами понимаем, что жертва на кресте была совершенной, а совершенным может быть только Бог. И во-вторых, слуга не мог стать наследником, наследником мог быть только Сын. И мы знаем из Священного Писания, что Отец отдал все Сыну. И как Сын Божий Иисус стал Спасителем всего человечества. И когда мы не подчеркиваем Его статус как Бога и человека одновременно, то мы таким образом теряем Его дар спасения. Принимая в Иисусе только одну Его сторону, например, человека, как пророка, служителя, учителя, то мы не получаем от него дар вечной жизни. Потому что дар вечной жизни, то есть жизнь может дать только тот, в чьих руках она находится. А служитель, слуга, пусть даже и Божий, он не может дать этот дар, так как человек не способен дать вечную жизнь другому человеку. Это может только Бог. Нам важно иметь откровение от Отца о том, кем на самом деле является Иисус Христос. Считать Его заслугу, это значит так и не понять, что же Христос совершил для нас в жизни каждого из нас. Не имея веру в богочеловечность Христа, человек, он игнорирует, получается, Его жертву и Его воскресение. А не принимая Иисуса, то есть Его жертву как Бога и Его воскресение как... Точнее, Его жертву как человека и Его воскресение как Бога, то человек, получается, он не принимает Его дар вечной жизни и однажды ему придется встретиться с Богом как с судьей, то есть прийти на суд Божий. Но, как говорил евангелист Иоанн в пятой главе, верующий на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Нам нужно задать сегодня себе вопрос, приводит ли эта вера изменение в нас? Мы знаем, что Петр дал правильный ответ. И Иисус ему сказал, «Молодец, Петр, садись в пять». Но что в действительности стоит за этими словами? Ведь это ведь не магия слов, произнося которые верующий получает доступ ко всем бонусам Божьего Царства. Мы знаем, что истинная вера в Бога Иисуса Христа это прежде всего измененная жизнь. И нам важно понимать, что Библия говорит о нем. Давайте вспомним, какие характеристики Божьего Сына даны нам в Священном Писании. И мы посмотрим несколько определений, которые даны нам в Библии. И первое – Иисус Христос – Бог. Как мы говорили, когда Иисус был на земле, было множество мнений о том, кто Он такой. Кто-то считал Его мудрецом, мыслителем, пророком, учителем. Были также те, которые считали Его сумасшедшим. Кто-то не определился, или Ему было все равно. Но в Иоанна 10, 30 мы считаем, что Иисус говорит, «Я и Отец одно». То есть Иисус называет Себя никем, как Богом. Но просто на тот момент в человеческом, в человеческой плоти. К сожалению, многие и сегодня не понимают, что Иисус назвал Себя Богом и довольствуются тем, что Он просто лишь, ну, чуть больше, чем великий учитель нравственности. Но мы, читая Евангелие, видим, что даже враги Его понимали, что Он претендовал на божественность. Поэтому они не раз пытались побить Его камнями, и в итоге они Его распяли. Я хочу прочитать цитату Клайва Льюиса об Иисусе. Клайв Льюис писал, «Можете отвернуться от Него, как от ненормального, и не обращать на Него внимания. Можете убить Его, как дьявола. Иначе вам остается пасть пред Ним и признать Его Господом и Богом. Только отрешитесь, пожалуйста, от этой высокомерной бессмыслицы, будто Он великий учитель-гуманист. Он не дает нам возможности так думать». Если мы верим с вами, что библейские утверждения об Иисусе истины, то Иисус Христос – Бог. Второе. Христос – Святой. Наш Бог, Он совершенен и свят. И поэтому Он не может творить или одобрять зло. Будучи Богом, в Иисусе воплотился каждый элемент Божьего характера. В современном переводе 2 главы Колосином, 9 стихе, написано, «Потому что в нем вся полнота Бога пребывает в телесной форме». И являясь абсолютом святости, Бог, Он требует святости и от Своих детей, от нас с вами. 1 Петра 1,16 сказано, «Будьте святы, потому что Я свят». Третье. Иисус – Спаситель. Надо сказать, что наша неспособность повиноваться Богу, быть святыми, она навлекает на нас вечное осуждение. И на самом деле мы с вами, по-человечески, мы не можем повиноваться Богу. У нас нет для этого ни сил, ни желания, ни способности. По всей своей греховной природе мы не покорны Богу. И Библия, она называет наш мятеж против Бога грехом. Конечно, внутри нас поднимается такая мысль, несогласие. Ну, как так? Ну, вообще, столько людей на земле. Ну, что, прям нет ни одного угодного Богу, что ли? Ну, я не знаю за всех, ну, например, я могу. Нет, Библия говорит, что каждый человек повинен в грехе. Нет человека, который не грешил бы. В Третьей книге Царств написано, «Все согрешили и лишены славы Божьей». Никто из нас сам не способен изменить свое греховное состояние. Очень хорошо об этом пишет пророк Иеремия, 13, 23. «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс, пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Надо сказать, что, конечно, это не означает, что мы вообще не можем делать добрые дела. Здесь Господь говорит об источнике желания их творить. Мы с вами много чем можем заниматься и участвовать в различной религиозной и церковной деятельности, в том числе благотворительной деятельности. Но сами по себе мы совершенно не способны понять и любить Бога, служить Ему и творить Его правду. И Библия нам об этом ярко говорит. Римлянам 3, 10, 12. «Нет праведного ни одного, не обольщайтесь. Нет разумеющего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодный. Нет делающего доброго. Нет ни одного». И поэтому святость и справедливость Бога, она требует, чтобы любой грех, он был наказан смертью. «Душа согрешающая, та умрет», говорит Иезекииль. И нам, конечно, это трудно понять, потому что мы склонны оценивать грехи по своей какой-то относительной шкале, считая одни грехи менее тяжкими, чем другими. Но Библия, она нас учит, что все греховные поступки, они проистекают из греховного мышления и порочных желаний. Поэтому простая перемена образа жизни, она не может решить проблему греха в нашей жизни и устранить его последствия. Например, человек уверовал в Бога, начал ходить в церковь, но живет по-старому, курит, выпивает, матерится, подворовывает. То есть нам нужно внутреннее изменение, чтобы наши помышления и наши желания, они были святыми, как наш Бог. Иисус Христос, Он единственный, кто может простить и изменить нас, и освободив нас тем самым от власти греха и наказания за грех. Прочитаем еще одно местописание, Деяние 4, 12. Бог нам подтверждает эти слова. «Ибо нет другого имени под небом данным человеком, которым надлежало бы нам спастись». Несмотря на то, что Божья справедливость требует возмездия за грех смертью, Его любовь нам дала Спасителя. Христос, Он уплатил за наши грехи, и Он умер за нас. 1 Петра 3, 18 говорит нам об этом. «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». То есть смерть Иисуса Христа, она удовлетворила требования справедливости Божьей и дала Иисусу возможность прощать и спасать тех, кто уверовал в Него. В Иоанна 3, 16. Всем известный золотой стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Только Иисус великий Бог и наш Спаситель. Но мы также должны отчетливо понимать, что истинная вера, она всегда сопровождается покаянием в грехе. И покаяние – это не то же самое, что просто сожаление о грехе. То есть покаяние – это, во-первых, согласие с Богом, что я грешник. Во-вторых, это раскаяние в этом грехе и осознанное решение, что я отворачиваюсь от греха и следую, стремлюсь к святости. И Иисус подтверждает эти слова. В Иоанна 14, 15. Иисус сказал, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». В Иоанна 8, 31. «Еще, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Четвертое. Иисус – единственный вера в Кого спасает. Некоторые считают, что неважно во что верить, главное – быть искренним. Но, согласитесь, без достойного объекта веры наша вера становится бессмысленной. Иисус – единственный истинный источник спасения. Если человек в своем спасении уповает на кого-то или на что-то другое, то его вера, она становится бесполезной. Многие считают, что к Богу ведет много путей. И каждая религия, она истинна. Но мы с вами знаем, что Иисус сказал в Иоанна 14, 6. «Я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Он не говорил, что Он один из равнозначных путей или то, что Он был вот этим путем к Богу, ну, когда-то. Нет, Он говорит, что Он – единственный путь к Богу тогда и навеки. Пятое – это Иисус, суверенный Господь. Современная точка зрения говорит нам о том, что человек – как бы продукт эволюции. Но мы с вами, читая Библию и веря в нее, мы знаем, что мы созданы личностным Богом как личности для того, чтобы любить Его, выражать Ему наше почтение, нашу любовь, служить Ему и наслаждаться бесконечным общением с Ним. Но при всем этом мы должны не забывать, что в Новом Завете говорится, что Иисус, Он все сотворил. И поэтому Он всем обладает и управляет, и поэтому Он в Его подчинении находятся и наши с вами жизни. И мы в связи с этим должны быть абсолютно покорны и послушны Ему, и должны поклоняться Ему, как нашему небесному Отцу. В Римлянам 10.9 говорится, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскрусил Его из мертвых, то спасешься». Исповедовать Иисуса Господом – это значит смиренно подчиниться Его власти. А верить, что Бог воскресил Его из мертвых – это значит опираться, полагаться на тот исторический факт Его воскресения, который является вершиной христианской веры и тем способом, которым Бог подтвердил божественность и авторитет Своего Сына. Нам с вами недостаточно верить только в какие-то ограниченные определенные факты о Христе, потому что мы знаем, что даже сатана и бесы в этом смысле они веруют в истинного Бога, но они не любят Его, они не подчиняются Ему. У них нет подлинной веры. Но истинная спасающая вера всегда проявляется в послушании и в действии. Иисус – суверенный Господь. Когда мы повинуемся Ему, то этим самым мы признаем Его господство и подчиняемся Его власти. Это не означает точнее, что наше послушание Богу оно будет всегда совершено. Но это будет нашей целью. И в нашей жизни не будет такой сферы, которую бы мы не хотели подчинить Богу. Шестое. Иисус – праведный судья. Всякий, отвергающий Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, однажды узнает Его как праведного судью. И в Деянии 17, 30, 31 написано, Бог ныне повелевает людям, всем нам, людям, повелевает, покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. И 2 Фессалоникийцам 1, 7, 9 сказано «В явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной гибели от лица Господа и от славы могущества Его». Итак, за кого мы почитаем Иисуса? Как мы ответим? Согласно Библии, Он Бог, Он Святой, Он Спаситель, единственный достойный объект спасающей веры, Он суверенный Господь и Он праведный Судья. От этого решения будет зависеть не только наша дальнейшая жизнь в Боге, наши ценности, образ жизни, но и, конечно же, наша вечная участь. Мы с вами живем сейчас во время научного прогресса, прошлого коммунизма, сегодняшнего атеизма, вещизма, в окружении множества богов и религий, и признать Иисуса Христа своим Богом, Господином и Царем внутри, то есть своим умом и своим духом не может ни один человек. Мы с вами можем только посодействовать этому, как Писание говорит, заботиться о том, чтобы искать Его, читать Его Слово, изучать Его, слушать проповеди о Нем. Но, в действительности, чтобы истинно познать Его своим сердцем, мы можем только с помощью Бога, Духом Святым. И, к счастью для нас, Он дал нам такую возможность. Поэтому мы блаженны, если мы сегодня, как Петр 2000 лет назад, признаем Иисуса Христа Богом, Творцом Вселенной, Царем, Спасителем, Освободителем, многое другое о Нем. По сути, вот, имея все вот эти вот откровения об Иисусе Христе, наша жизнь должна радикально меняться. И наше мышление должно быть направлено в сторону Бога и Его Царства. Но происходит ли это на самом деле? Есть ли такие изменения в нашей жизни? Вот несколько вопросов, которые должен задать себе каждый верующий человек. Живу ли я, всегда имея чувство благодарности к Нему? Знать в своем сердце, что Иисус Христос есть Бог, подаривший нам жизнь, это значит всем сердцем благодарить Его за ту жизнь, которую Он нам дал. Живу ли я, каждый день поклоняясь Ему, своим сердцем, устами и делами? Знать, что Иисус Христос есть Бог, это значит поклоняться Ему, прославлять Его своим сердцем, всей своей жизнью и всем, что есть в моей жизни и всем тем, что вообще у меня есть, потому что все это от Него. Люблю ли я Его, соблюдая Его заповеди? Знать Бога, знать Иисуса Христа, что Он Бог, это значит любить Его, а как Писание говорит, любить Его, это соблюдать Его заповеди. Рад ли я служить Ему и ищу ли я возможность для этого? Знать Иисуса Христа как Бога, это значит служить Ему. Вообще, что может быть лучше и больше, чем быть учениками Господа, чем быть служителями Царя всей Вселенной и посланниками, распространителями самой радостной вести на Земле? Одно то, что Он нас уже лично избрал, должно приносить нам счастье, радость и силы служения. Как можно сомневаться в Боге, Который заплатил столь дорогую цену за меня? Знать Иисуса Христа, что Он Бог, это значит доверять Ему свою жизнь, не беспокоиться за нее, ведь сам Бог держит ее в своих руках. Есть такой христианский тест. Мы можем прочесть его вместе и каждый ответит на эти вопросы и сделает выводы. Иисус Христос истинный свет, позволил ли ты себя осветить? Христос агнец Божий, веришь ли ты, что твои грехи прощены? Христос истина, слушаешь ли ты Его? Христос дверь, вошел ли ты через нее? Христос единый путь, идешь ли ты по Нему? Он пастырь добрый, повинуешься ли ты Его голосу? Христос живой источник, утолена ли твоя жажда? Христос хлеб жизни, насыщен ли ты? Христос воскресенье, веришь ли ты этому? Христос утренняя звезда, зажглась ли она в твоем сердце? Почему же мы имея такие мощные откровения от Отца веру в Иисуса Христа часто живем так, как будто Бога нет в нашей жизни? Почему церкви полупустые, молитвенные собрания немногочисленные, служители изможденные из-за недостатка делателей? Почему верующие не хотят служить? Что не так? Вот, на мой взгляд, несколько причин этому. Огромная мрачная тень мировой мирской системы сегодня падает на нашу духовную жизнь и перекрывает нам многие Божьи откровения. Ежедневный информационный поток, интернет, телевидение, реклама, новости, фильмы, музыка, они заполняют наш ум и охлаждают наше сердце, заставляют нас жить ритмами этого мира. А Господь нас предупреждает о том, к чему это приводит. В Откровении 3, 15-16 Он говорит, «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, ой, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Здесь Господь говорит о том, что Ему нужна вся наша жизнь, или все, или ничего. Он говорит о том, что Он вправе претендовать на 100% нашей жизни, а не какую-то часть ее. Но быстро растущая индустрия разврата, развлечений, похоти, желание жить лучше каждый день заставляет нас тратить все свое лучшее время на достижение этих плотских целей. А на Бога, на Его Слово нет уже ни времени, ни сил. И хотя есть у нас вот эта отведенная внутренняя жизненная сила и время у каждого человека, но человек все это тратит на мирские дела, не заботясь иметь Бога в разуме, как говорит Писание. И в итоге нет Бога в нашем разуме, нет Бога в нашем расписании, планах и целях, и, соответственно, нет жизненных сил для Бога. В Римлянам 1, 28, 32 Господь говорит о таких людях, дай Бог, чтобы не о нас. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог привратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и других и делающих одобряют. Как мы знаем, все это приводит к потере связи с Богом и как следствие это падение, это крах, разрушение жизни человека. Что же нам с вами нужно сделать, чтобы жить живыми откровениями об Иисусе Христе? Во-первых, остановиться. Псалом 45, 11 стих говорит, остановитесь и познайте, что я Господь, буду, что я Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. Посреди вот всей этой вот мирской суеты, греха и разврата нам надо суметь остановиться. Именно в этом нам помогает церковь и различные служения в ней. Второе, нам надо покаяться. Как мы уже говорили, для осознания необходимости Бога в нашей жизни нам нужен Дух Святой. Но Дух Святой, он, во-первых, не приходит в неподготовленное, суетное, нераскаянное сердце. В наших интересах позаботиться о подготовке нашего сердца для принятия Духа Святого. И, во-вторых, он не сойдет на нас, если внутри нас, в нашем сердце нет принятого решения о желании жить и служить Ему, приносить плод в Его Царство. Нам важно позаботиться принять это решение. Деяние 2, 38, Петр говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Вообще без откровения свыше, без Духа Святого те откровения, которые мы получили от Бога, они не будут живыми и действенными. Так же было и во времена Христа с учениками Его, потому что до сошествия на них Духа Святого они разбежались, они струсили. И те откровения, которые Иисус им давал на протяжении трех лет, они не были эффективными в их жизни. Но после сошествия Духа Святого на них в день Пятидесятницы, мы с вами знаем, что произошло, они с готовностью даже отдали все свои жизни за Христа, потому что пришел Дух Святой и как Иисус сказал, придет и напомнит вам все, о чем я вам говорил. И Он пришел и напомнил. И поэтому они с готовностью отдали своей жизни за Христа. Третье, что мы должны с вами сделать для того, чтобы жить живыми откровениями об Иисусе Христе, это позаботиться и иметь Бога в разуме. То есть мы все с вами умеем заботиться о себе. Мы все взрослые люди, чтобы хорошо выглядеть, мы следим за собой, мы моемся, стрижемся, причесываемся, стираем, гладим одежду. И поэтому мы выглядим с вами адекватно и люди не шарахаются от нас. Но стоит нам только себя запустить, как вот бывает иногда у бездомных, то мы теряем человеческий облик. Так же происходит и в духовном плане. Если мы перестаем заботиться иметь Бога в разуме, то мы теряем духовный облик и как следствие мы превращаемся в ужасного человека со всеми вытекающими из этого последствиями. Когда человек изгоняет из своей жизни Бога, то он становится непотребным и имея превратный ум со временем те обетования, те откровения, которые были у него в сердце, в душе от Бога, о Боге, они со временем стираются. Поэтому, братья и сестры, для нас очень важно иметь Бога в разуме, позаботиться об этом. Если мы будем иметь Бога в разуме, Христа в разуме, то Дух Святой, Он приходит в нашу жизнь и Он обновляет те обетования от Бога об Иисусе Христе и они становятся для нас живыми. Давайте сегодня всерьез зададим себе этот вопрос. Мы за кого почитаем Иисуса? От того, как мы ответим с вами на этот вопрос, зависит не только, как я говорил, наши ценности, образ жизни, но наша вечная участь зависит от этого. Этот вопрос неизбежен, потому что лишь Иисус Христос может искупить нас и освободить от власти греха и наказания за грех, только Он может изменить нас и возобновить наши взаимоотношения с Богом и даровать нашей жизни вечную цель. Покаемся ли мы? Примем ли мы Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Ответим ли мы, как ответил Петр? Если да, то Иисус дает нам свое обетование в исповедании Петра. Прочтем 17 стих 16 главы Евангелия от Матфея 17 по 19 Тогда Иисус сказал ему в ответ Блажен ты Симон сын Ионин потому что не плоти кровь открыли тебе это но Отец мой сущий на небесах и я говорю тебе ты Петр и на сем камне я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее и дам тебе ключи Царства Небесного и что свяжешь на земле то будет связано на небесах и что разрешишь на земле то будет разрешено на небесах за это исповедание Господь дарует Петру великую награду ты Петр и на сем камне я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее мы с вами знаем что в прежние времена для защиты от нападения неприятелей вокруг городов строили стены и всю воинскую силу собирали возле ворот так как проникнуть через них было легче чем проломить стену поэтому Господь Он называет эти ворота вратами ада как место сосредоточения зла и уподобляя виносказательной речи свою церковь в здании построенному на камне Он говорит что Христос подчеркивает что все силы ада собравшиеся у ворот церкви они никогда не смогут ее одолеть и так как Петр исповедовал Иисуса Божьим Сыном он как бы говорит что вот это исповедание Петра оно будет основанием для верующих для верующих так что каждый намеревающийся строить здание веры возьмет в основание этого здания веры вот это исповедание и продолжая иносказательную речь уподобляя теперь уже не церковь а царство небесное зданию имеющему входные ворота или двери Бог Спаситель говорит Петру и дам тебе ключи царства небесного и что свяжешь на земле то будет связано на небесах и что разрешишь на земле то будет разрешено на небесах богослов Александр Лопухин написал об этом месте возможно что в словах ключи первоначально выражена была мысль о проникновении Петра в божественную истину его мысль что Иисус есть сын Бога живого была ключом которым Петр открывал верным Христово Царство приводя других к той же вере он мог также открывать им Царство в противоположность книжникам и фарисеям которые запирали его перед глазами желающих войти в него обещание что Петру будут даны ключи от Царства Небесного означало что ему будет дана способность открыть двери к Богу для тысячи тысяч людей в будущем но ключи от Царствия Божьего находятся не только у Петра как думают некоторые эти ключи есть у каждого истинного христианина каждому из нас дана вот эта уникальная возможность указывать путь в Царство Небесное другим людям это местописание которое мы сегодня изучали и вникали в которое оно должно открыть нам Иисуса Христа как личного Господа и Спасителя то есть мы должны открыть Иисуса лично вопрос Иисуса звучит а вы за кого почитаете меня когда Понтий Пилат спросил Иисуса ты ли царь Иудейский Иисус ответил от себя ли ты говоришь или другие сказали тебе обо мне мы с вами должны знать Иисуса не из вторых уст человек может знать каждое мнение когда-либо сказанное об Иисусе на земле человек может знать все христологии когда-либо разработанные человеческим умом человек может быть способен дать квалифицированный обзор учения об Иисусе там великих мыслителей или крупных богословов но так и не быть христианином потому что вера в Иисуса Христа она заключается не в знании о Христе она заключается в знании Иисуса Иисус Христос требует от каждого его личное мнение задав этот вопрос он спросил не только Петра однажды император Наполеон высказал свое мнение об Иисусе я знаю людей сказал он а Иисус Христос больше чем человек Петр конечно не мог дать богословское философское объяснение тому что он имел ввиду когда сказал что Иисус Сын Бога живого но Петр был уверен в одном для его характеристики не подходит ни одно чисто человеческое слово как важно дорогие братья и сестры понять что к каждому из нас лично Господь приходит с этим вопросом за кого ты принимаешь меня христианская вера это личное познание Христа христианин так же как его Господь должен выполнять возложенную на него задачу умножение любви к Богу и к ближнему причем эта любовь она должна быть действенной деятельной жертвенной то есть она должна жаждать служить Богу и приносить плод служения должна быть готова пожертвовать ради него всем тем более осознавая что и так все в нашей жизни дано им и принадлежит ему давайте мы сегодня задумаемся о том на что мы готовы ради Христа где вот эта черта за которую мы пока не можем зайти ради чего мы готовы отказаться ради Иисуса за кого мы его принимаем пусть этот вопрос сегодня яркой утренней звездой загорится в нашем сердце в это воскресное утро и изменит наши сердца наши души наше помышление послушание нашему Господу Иисусу Христу давайте закроем глаза и помолимся всемогущий Господь мы всем сердцем благодарим Тебя за Твое откровение за Твой призыв за этот важный радикальный вопрос который Ты обращаешь сегодня каждому из нас за кого мы принимаем Тебя на что мы готовы и пусть это откровение сегодня оно обновит нас оно осветит нас и даст нам силы идти в этом направлении которому Ты призвал идти Твою церковь пообещав что никакие силы ада не одолеют ее потому что Ты хранишь потому что Ты этот камень на котором построена Твоя церковь Твоя невеста Твое тело мы являемся частью церкви являемся органами Твоего тела божественного и духовного мы являемся Твоей невестой мы хотим чтобы действительно наши жизни они были без пятна и порока и мы отвечали всем Твоим ожиданиям Твоим заповедям Твоим требованиям чтобы каждый из нас был вот этим сподвижником веры как Петр как Иоанн как Павел которые при откровении Духа Святого они не смолодушествовали они отдали свои жизни за Тебя пусть Господь будет достаточно Твоей силы Твоей благодати в нашей жизни чтобы и мы были Твоими учениками Твоими апостолами читая историю древних событий Господь мы порой не отождествляем себя с ними но история нашей жизни история Евангелия этих дней пишется нами нашим выбором нашей реакцией нашими поступками и даже мыслями и поэтому мы просим Тебя Иисус Христос Божий Сын возьми нас в свои объятия и помоги нам пройти этот узкий и тернистый путь ведущий в жизнь вечную мы благодарим Тебя за то что Ты нашел нас в этом мире не оставил нас погибать со многими людьми которые сегодня еще далеки от Тебя но Ты избрал нас Господь призвал в Твое царство и мы так счастливы так благодарны Тебя Господь что мы ответили на этот призыв и мы идем и мы меняемся мы преобразовываемся в Твой чудный и светлый образ Господь наш и Бог Отец Сын и Святой Дух мы молились во имя Иисус Аминь Дорогие пусть это откровение сегодня навсегда поместится в вашем сердце не будет просто информация которую через неделю будет трудно вспомнить пусть этот вопрос Иисуса Христа будет словом Рема запечатленным на скрижалиях наших сердец и душ и каждый день мы отвечаем на него кто для нас Иисус Христос и кто мы для него остаемся ли мы верными детьми Божьими или теми кто идет в осуждение в погибель самое неприятное для Бога это когда люди ведут себя двулично неискренне когда они в церкви одни за дверями совершенно другие это неправильно это самообман как мы говорили сегодня эта вера она бессмысленна и бесполезна наша жизнь слишком коротка чтобы тратить ее на эти игры поэтому давайте будем серьезными во взаимоотношениях со Христом с Богом с Небесным Отцом с Духом Святым и конечно же Бог дал нам определенную задачу власть получать это подкрепление поддержку в церкви от братьев и сестер а это проявляется не тогда когда мы сидим на собрании это проявляется во все остальные дни нашей жизни когда мы служим друг другу мне как руководителю социального служения очень горько осознавать что по сравнению с тем что было 24 года назад церковь стала очень инфантильна я не хочу никого обидеть но очень мало людей которые сегодня жаждут служить Богу пусть сегодняшнее откровение оно нас немножко встрепенет и побудит нас самих не потому что нас кто-то принудил к этому самих иметь внутри своего сердца желание служить Богу служить своим ближним и приносить плод в его царство я хочу сейчас в завершении обратиться к тем кто сегодня пришел в этот зал в эту церковь первый раз если вы еще не знаете много о Боге сегодня услышали об Иисусе Христе как сегодня мы пели нет другого имени которым бы нам надлежало спастись имя Христа спасает и нет других путей ведущих к Богу и вы чувствуете сейчас в своем сердце это желание встретиться с этим Богом жить наполняться этими благословениями и полнотой жизни живя здесь на земле это прикосновение Духа Святого это не слова человеческой мудрости или убеждения но Дух Святой Он работает с сердцем каждого из нас и поэтому если вы здесь в этом зале я хочу предложить вам сегодня совершить вот этот важный поступок смелый поступок да он требует это не так страшно как когда ученики готовы были идти на казнь за Христа но этот поступок он судьбоносный и в нашей жизни периодически наступают такие чрезвычайные важные моменты когда нам нужно принять решение не промолчать и поэтому если вы есть в этом зале и вы не можете еще с уверенностью сказать что вы в руках Божьих что вы спасены и после окончания вашего земного пути вы точно пойдете в Царство Божье я предлагаю вам сегодня примириться с Богом покаяться в своих грехах признать Иисуса Христа Христом и Сыном Божиим Господом и Спасителем если вы есть в этом зале то не стесняюсь поднимите руку пожалуйста Аллилуйя есть еще кто-то давайте мы дорогие встанем сейчас и те кто подняли руки я попрошу вас еще одно смелое действие сделать оставьте свое место придите сюда вперед мы помолимся с вами это важно прежде всего для вас каждый кто есть в этом зале однажды произнес слова этой молитвы и они изменили его жизнь и судьбу еще кто-то мы подождем если вы уже давно находитесь в церкви но чувствуете сегодня побуждение все-таки обновить вот этот завет с Богом выходите сюда здесь нету каких-то строгих рамок что Анна проходите я рад вас видеть как я сказал в жизни бывают такие этапы когда нам нужно вот обновить завет с Богом и вот эту уверенность что мы живем со Христом это очень важно слава Богу за вас вы смелые люди аллилуйя аллилуйя проходите Христос Христос Он всех ждет я-то точно подожду хорошо дорогие то о чем мы сегодня я говорил что вы слышали сегодня о Христе это истина Божья это записано в Его Слове Господь сказал что все Писание оно Богодухновенное то что там записано мы можем этому доверять это не просто слова человеческой мудрости когда-либо придуманные записанные и дающие нам какое-то напутствие и вектор в жизни это слова Божьи Христос хотел чтобы эти слова дошли до нас они были записаны в сердцах людей и сегодня мы их обновляем как бы внутри своего духа что они для нас важны мы с ними согласны и они имеют силу поэтому в жизни каждого из вас не важно молоды вы или зрелы Бог Он любит каждого Он на каждого из нас смотрит как на свое дитя и поэтому нам очень важно открывать свое сердце открывать свою душу и верить что Иисус Он Божий Сын и Он не просто Божий Сын и это данность но Он и Спаситель потому что Он что-то Он свою любовь как мы говорили проявил в действии Он отдал свою жизнь за каждого из нас Он умер и на наше счастье Он воскрес и поэтому сегодня я вам предлагаю давайте мы обратимся от сердца от души вот искренне нерелигиозно не просто потому что мы в церкви потому что проповедник тут к чему-то нас принудил вот от сердца и от души мы обратимся к нему и пусть вот эти вот великие преобразования изменения нашей души и сердца произойдут сегодня и это скорректирует наш путь в будущем и нам не будет стыдно я точно вас уверяю вы никогда не пожалеете об этом как я сказал 24 с половиной года назад я принял Иисуса Христа и 24 года назад принял крещение и ни на минуту ни на секунду я не пожалел знаете о чем я пожалел что я не сделал этого раньше единственное поэтому вы здесь это Божий час для вас для вашей души для вашего духа давайте мы прикроем глаза чтобы ни на кого не отвлекаться я вам помогу молиться вы можете просто повторять за мной но верьте всем сердцем что Бог слышит лично вас и Он вам обязательно ответит давайте вместе скажем всемогущий Господь Отец Сын и Святой Дух я благодарю тебя за твоего единственного Сына Иисуса Христа который пришел в этот мир как простой человек принял страшную смерть на Голгофском кресте за все мои грехи за все мои болезни и все проклятия Он умер но я верю что на третий день Христос воскрес чтобы я жил долгой и счастливой жизнью поэтому сегодня Господь я прошу тебя пожалуйста прости меня за все мои грехи помоги мне стать лучше добрее любить других людей так же как любишь ты пожалуйста защищай меня оберегай от зла от плохих людей и всех болезней будь всегда рядом со мной пусть твои ангелы охраняют меня ночью и днем а я благодарю тебя и славлю я молился во имя Отца Сына и Святого Духа Аминь дорогие друзья мы благодарны каждому кто поддерживает нас финансово если бы недавно присоединились к нашему служению то совершить пожертвования возможно всеми доступными способами которые вы видите на экране вы можете перейти на наш сайт New Life в раздел поддержать нас также при помощи QR-кода в этом же разделе в сервисе Сбербанк Онлайн в разделе услуг набрать церковь новая жизнь города Екатеринбурга ввести сумму и назначение платежа пожертвования на осуществление уставной деятельности любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви остались вопросы мы с радостью ответим на них по телефону 8 912 22 33 302 когда вы жертвуете вы участвуете в деле распространения Евангелия субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok